В своей последней домашней игре перед зимним перерывом текстильщик потерпел поражение. Встреча с нефтехимиком из Нижнекамска началась стремительно. Команды сходу начали атаковать ворота друг друга. Уже на шестой минуте гостям улыбнулась удача. Был забит быстрый гол. Этот эпизод, вероятно, и предопределил дальнейший ход игры. Нефтехимик почувствовал себя на поле текстильщика хозяином. И, как результат, к концу первого тайма в наших воротах оказался еще один мяч. Ответить красно-черные сумели лишь под занавес второго тайма. Гол престижа с пенальти забил Александр Радченко. Итоговый счет 1-2 в пользу гостей. Второй тайм для нас, я думаю, сложился более чем получше, хотя опять было много брака. Были хорошие подходы к штрафной, но никак ребята не могли сработать. Немножко, наверное, хладнокровия не хватило. Забили вроде мяч, да, заработал пенальти, Женя Попов. Забили гол. Потом уже, к сожалению, времени мало оставалось совсем нам разогнаться, отыграться. Поэтому еще раз говорю, что болельщик нас сегодня поддерживал. Спасибо большое. И извините за это поражение домашнее. К сожалению, сезон закрыли домашним поражением. Заключительный матч перед зимним перерывом красно-черные проведут на выезде. 23 ноября текстильщику предстоит сыграть в Ярославле с местным шинником.